приветствую вас друзья приветствую себя на канале в италии меня зовут руслан сегодня будем готовить шикарнейший роскошное ресторанное очень вкусные фаршированные кальмары в отличном соусе прекрасно подходящим к этим кальмарам друзья блюдо советую рекомендую обязательно приготовить это действительно очень вкусно очень эффектно особенно подойдет ким-будь праздником здесь его готовят даже вот в рождество как второе блюдо прекрасно подходит друзья приобрел сегодня кальмаров поэтому идемте на кухню и начнем готовить а нам понадобится красавцы кальмары наличие трех штук буквально горстка креветок очищенных здесь чуть больше 100 грамм пару зубчиков чеснока панировка хлеб сухой перетертый перемолотый черные оливки помидоры пилаки это помидоры без кожицы для соуса петрушка хлеб нам нужен хлебный мякиш белое сухое вино и каперсы соленые каперсы в соли с чего начнем значит и возьму ложку 2 каперсов и замочу для начала в холодной воде лишняя соль из них должна немножко уйти затем приступим к очистке кальмаров начнем разделывать кальмара обычно этим никогда не занимаюсь по той простой причине ну что когда покупаешь продавца просишь у тебя уже его чистить я вам покажу как это делается значит нужно вынять просто вот тянем по возможности вычищая все внутренности это еще надо будет хорошенько промывать внутри всякие гадости так теперь вот его глаза сейчас секунду сполосну руки делаем надрез здесь вот так нужно достать клюв клювик выбрасываем все это на выброс вот эту часть мы будем есть это сюда ну а здесь нам еще немножко нужно очистить так сначала нужно очистить кожицу кальмары мелкие поэтому все это делается довольно сложно если были кальмары покрупнее чистились а бы наверное получше в общем нам нужно снять эту кожицу обычно снимается очень очень легко возможно кальмары были даже скорее всего замороженные поэтому естественно лучше всего использовать свежие кальмары но так вот очищаются в общем то так немножко промыл теперь нужно эти крылья удалить все подчищаем так крылышки пойдут в дело тоже очистим тоже очистим некоторые оставляют но практически никогда не оставляют эти крылья оставляется в основном когда в тех случаях когда готовится кальмар он оставляется с ножками тогда есть смысл еще и крылышки оставить так крылышки пойдут в дело теперь нам еще остается только достать такой типа как хрящ косточка вот мелкие кальмары ну вот вот она видите немножко сложно все это удалять что кальмар довольно мелкий теперь все это дело нам нужно измельчить вернее щупальца и крылышки хорошенько промывайте особенно щупальцы при нарезке не нужно сильно мельчить пусть они так красивее будет внутри даже когда будете разрезать вот кусочки щупалец ну и измельчаем также креветки все это дело перемешаем вместе свежие очищенные особо тоже не мельчим таким по сантиметру кусочками нарежу петрушку каперсы немножко откисли но все равно они остаются довольно соленые чуть-чуть измельчу начинаем готовить все ингредиенты для фаршировки или фарширования вот таким образом так взял специальный хлеб мягкий я знаю что он достаточно нормально так крошится нам все это нужно дело довольно такими мелкими кусочками покрошить вот так я измельчил хлебушек добавляем сюда каперсы добавляю тёртого тёртого сухого хлеба и оливковое масло хорошенько перемешаем чтобы оно такое всё немножко перемешалось пропиталось маслом оливковым хлебушек ну тогда лучше будет обжариваться на сковородке а сухой хлеб тёртый придаст такую немножко более таким такой будет рассыпчатый и хрустящий на сковородку добавлю оливкового масла покрошу покрошу один зубчик чеснока вот и слегка его обжарю под золочу скажем так все делается очень быстро потому что чеснок не подгорел буквально не знаю 30 секунд уже пошел приятный запах чеснока добавляю креветки и щупальца буквально пару минут все это дело пустила воду и теперь добавим сюда белого сухого вина ну грамм сто наверное так и нужно чтобы это дело сейчас алкоголь испарился естественно под открытой крышкой не накрывайте ничем пусть покипит немножко подсолю чуть-чуть буквально почему так мало потому что хлеб по идее соленый и каперсы тоже соленые так ну и теперь добавим хлебушек сейчас хлеб впитает остатки жидкости и мы его немножко обжарим немножко все это дело обжарим ну можно бросать в хлеб вот хлеб который я подготовил размял можно добавлять туда еще яйцо я не добавил исключительно потому что кальмары очень маленькие если мы будем фаршировать и набивать то с яйцом если мы все это сделаем возможно порвет кальмаров потом так меньше шансов что что-то пойдет не так но в принципе яичко там абсолютно не помешает можно добавлять ну и все пошла петрушка перемешиваем можно чуть-чуть еще добавить оливкового масла чуть-чуть перемешиваем и выключаем класс запах очень приятный чеснок петрушка привет классно выключаем и все это дело должно остыть до комнатной температуры пока остывает начинка займемся соусом так пелати пелати как говорят итальянцы в дословном переводе это значит лысые ну правильно они же лысые помидорчики помидорчики нам их немножко нужно измельчить что не видите целиком просто в банке закладывают но они конечно очень вкусные класс для соусов даже пассата не такая вкусная как пелать извиняюсь извиняюсь так у нас прервал звонок мамы кстати вам всем привет от мамы так немножко измельчим вот так отлично еще пару ложек соуса отсюда добавлю жидкого не будет то что нужно а теперь возьмем оливки оливки маслины называйте как хотите у итальянцев одно название олива оливки вот так будет достаточно немножко их измельчим на колечки такие интересные можно даже целиком бросить и так и так хорошо ну и сразу же можно в принципе оливки забросить к помидорам отлично будет такой южный соус у нас будем сейчас фаршировать кальмары значит кальмары обсушил бумажным полотенцем просто таким образом они не будут у вас скользить в руках и набивать будет гораздо проще так начинки даже многовато получилось но лучше больше нежели меньше набивать можно не стесняясь здесь яйца яйца и сыра нет поэтому кальмары порвать не должно а если будете к хлебу добавлять яйцо то кальмары набивайте две трети кальмара набивайте и все этого будет достаточно и желательно еще на всякий случай для подстраховки проколоть кальмар в нескольких местах зубочисткой его проколоть тогда с ним точно ничего не случится вот так в принципе довольно плотненько я набил еще чуть-чуть так и теперь его закроем закрыть нужно зубочисткой делаем раз довольно жесткий товарищ и два все в таком виде сейчас набью оставшиеся так добавляем в сковородку оливковое масло один зубчик чеснока его просто раздавил сейчас немножко обжарю ну что ж и можно отправлять в сковородку вот так вот теперь нам нужно все это дело немножко обжарить до красивого цвета чеснок я уже выброшу он свое дело сделал добавляем соус с за зрелищно а вы думаете что из Теперь все это накрою крышкой Убавлю огонь И немножко потушим Добавил еще немножко водички в соус Ибо вода будет выкипать Накрываю крышкой На маленьком огне Потушу минут 20-25 Вуаля, друзья Рестораны нервно курят в стороне Смотрите, какая красота Так, теперь посмотрим Как получилось внутри А внутри вот так вот Ну и попробуем Нежнейшая начинка Прекрасно, прекрасно все сочетается Друзья, очень вкусно Очень вкусно, правда Приготовьте обязательно Потом с вами попрощаюсь До новых встреч До новых видео Счастливо, пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин